Великая разума с президентом. Чекается, что в дело с встречи с руководством державы примут около 200 журналистов, политологов, представников реального сектора экономики, громадских объединений и конфессий. Могчимость адресовать вопросы президенту есть у каждого жихара Беларуси. Рассказать об хваливающих вопросах можно через онлайн-сервис на сайте Белта, а также в аккаунтах информагентства в социальных сетках. Найбольшие и актуальные сообщения будут огучены во время встречи с руководством державы. Сегодняшние ожидания связаны, как правило, с двумя направлениями. Это декрет номер 7 о развитии предпринимательской деятельности. Он касается физических лиц, малого и среднего бизнеса. И основные ожидания связаны именно с реализацией этого декрета в регионах. В отдельных регионах, где в недостаточной степени развито крупное промышленное производство и где существуют реальные проблемы с занятостью населения. У нас на сегодняшний день заполонили дешевые магазины. Это беда не только нашего региона. То есть появились магазины, где цена идет по 2 рубля. Эта цена 2 рубля, 3 рубля. Поднимался этот вопрос уже на всех уровнях до Турчина. Мы практически им конкурентны. У нас нет покупателей. Гаснет предпринимательство. Это первое. Во-вторых, у нас сильно большой вопрос это арендная плата. Среди дельников завтрашние великые разговоры с президентом будут и руководители широкого видения в Гомельской области. У журналистов, которые добре ведут мягчимости друкованных и электронных сроков массовой информации, так же есть об чем спитать руководителя Беларуси. А про чатого главный редактор городской газеты Гомельской ведомости Вольга Селезнева каже, что ей будет цикаво так само почуть думки запрошенных на сустречу политологов, экономистов, представников реального сектора экономики. Большой разговор с президентом это событие яркое и знаковое для всех жителей нашей страны. Благодаря тому, что в нем примут в этом мероприятии, примут участие большое количество самых различных экспертов. Это и политологи, и экономисты, и общественные и религиозные представители, а также журналисты зарубежных и отечественных СМИ разговор будет носить очень конструктивный и полезный характер. Я уверена, что мы получим яркие и четкие ответы, причем очень развернутые, широкие от главы нашего государства на те вопросы и те темы, которые волнуют каждого жителя нашей страны. Белтель радиокомпания покажет великую размову с президентом у правом эфиры. Трансляция пошнется заутро в 10.30 на «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Вести ей будет первый национальный канал Беларусского радио. Олег Сюнсеров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».